volkswagen народный автомобиль не очень конечно народный судя по цене но тем не менее тестируем сегодня volkswagen touregg и начинаем нашу поездку это уже рестайлинговая версия touregg то есть где-то конец 2014 года машина появилась именно в таком внешнем виде соответственно есть какие-то нововведения есть достаточно приятные для владельцев предыдущих инкарнации этой машины например вот здесь появились некоторые кнопочки управления в том числе там подогрев руля и другие которые раньше можно было включить только через магнитолу через специальную систему теперь это можно делать простым нажатием клавиша конечно многие просили вот эту простоту и дизайнеры пошли навстречу также автомобиль вот сейчас мы едем это дизельная версия 204 лошадиных силы я думаю что совсем не учитывают они российские производители российские реалия вот эти вот четыре лошадиных силы это просто привет налоговой инспекции от производителей volkswagen буквально несколько лошадей было бы машина меньше и конечно существенно бы снизился транспортный налог но видимо предполагается что уже не настолько народный автомобиль volkswagen уже не настолько важно тем людям которые могут себе позволить touregg те цифры которые они получают в квитанции от налоговой на машине есть в общем то все что принято видеть современного автомобиля круиз-контроль очень удобно что есть еще и управление подвеской то есть можно ставить жесткость какую мы хотим сейчас в нормальный едем но конечно же переключаем спортивный режим и в том числе коробку передач спорт поставим и попробуем его немножечко помучить наверное в спортивном в таком виде посмотрим динамику автомобиля тем более дизель мучить это особое удовольствие учитывая что он не предполагает таких мучений изначально не любит дизель больших оборотов но мы его помучаем ну кстати могу сказать что очень резво 204 лошадки идут очень резво по крайней мере в спортивном режиме даже вот нет желания кикдаун нажать для того чтобы обогнать он и так очень живо реагирует на нажатие педали даже по сравнению тестировали различные седаны даже такого полу спортивного класса который претендует на спортивность и они могу сказать что примерно так же наверное реагировали если не хуже на руле прямо два джойстика такое ощущение что это мы едем этот playstation играем они управляем автомобилем но тем не менее вот можно в различные какие-то функции меню в том что вот навигацию например включать телефон пользоваться им как-то громче тише делать и в том числе вызывать какие-то дополнительные меню и даже вызывать голосовое управление вот навигация пожалуйста повторите не любят меня эти информационные системы я слишком много болтаю навигация вам нужна помощь навигация 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 карта карта конечно неплохая видно что она достаточно подробно постарались 3d но все равно я не понимаю вот эти современные системы когда они так стараются над картами русифицируют их делают подробными все равно они не отражают то что нужно нужно современному водителю в большом мегаполисе это пробки и мне кажется что он был бы гораздо полезнее если бы просто обычный там android здесь стоял на который можно было бы установить сиди карту sim карту на который можно было бы установить и пользоваться соответственно навигации с пробками кстати интересно что навигация отражается не только на большом экране но еще и на панели приборов то есть если посмотреть здесь рядом с тахометром стоит стрелочка которая примерно показывает движение показывает что через 600 метров нужно сделать поворот то есть получается что тот кто смотрит периодически то на дорогу то на приборы не отвлекаясь на право он тоже может также по навигации ехать ну и голосовые подсказки тоже которые позволяют управлять автомобилем на слух новая рестайлинговая volkswagen первое что бросается в глаза это конечно новые фары в таком более современном исполнении именно в этом исполнении кстати будет вся линейка volkswagen passat и так далее багажник достаточно просторный но честно говоря от внедорожника хотелось бы больших объемов из-за такого дизайна скошенных углов немножко не хватает пространство здесь по крайней мере если уж покупать большую машину хочется огромный багажник здесь оригинальное решение электронное что можно нажать кнопочку и она опускает или два сидения или соответственно одно сидение но автоматически опускается и есть возможность уже более габаритные какие-то предметы положить в багажник ну и традиционно розетка с прикуривателем во многих внедорожниках она есть здесь конечно она уже стала практически обязательной для таких автомобилей владельцы других автомобилей на она удивятся посмотрев на запаску которая предложена volkswagen действительно не стандартное решение она сборная то есть для экономии места то есть если вы хотите поменять в данном случае колесо поставить запасное нужно не только его достать но еще и надуть здесь компрессор в комплекте должен быть сейчас его почему-то нету и вот этим вот компрессором который уже есть в комплекте автомобиля вы надуваете запасное колесо до нормальных размеров честно говоря достаточно не типичное решение складное колесо но место экономит и наверное решение правильное сейчас я видел складное колесо просто колесо берет и складывается вообще также кнопки которые опускают сидение для удобства есть не только в багажнике но и непосредственно в салоне автомобиля то есть нажимается точно также рычаг и сидение опускается очень нестандартно для современного автомобиля видеть пепельницу сейчас практически все производители уже делают упор на не курящих водителей но здесь эта пепельница присутствует она правда не очень бросается в глаза в принципе может быть кто-то ее будет использовать там для хранения леденцов но тем не менее даже для пассажиров сзади сидениях есть в ручке двери и пепельница то что автомобиль оборудован пневмоподвеской используется на полу не только для выбора режима движения не только для бездорожья но и даже для таких маленьких кажется удобств но тем не менее можно повыше или пониже опускать багажник для того чтобы было удобнее грузить какие-то предметы то есть например вы что-то тяжелое затаскиваете в багажник и просто его опускаете чтобы вам пониже было грузить или например со стакада если вы грузите чтобы повыше наоборот поближе к рукам это все происходило достаточно удивительно но вот багажник такой электронные все кнопочки нажимаете даже закрывать багажник не нужно пачкать руки можно нажать кнопочку и он в этом случае закроется полностью сам но а а а а а а а а а и В каких-то моментах, когда я пытаюсь его вывести в занос Но цена почти 3 миллиона, конечно, это не народная стоимость машины Хотелось бы, чтобы такая машина была более доступна для наших жителей нашей страны